В аграрном университете сегодня непривычно тихо. Даже студенты не шумят и не смеются. Вуз скорбит по своему бессменному президенту и бывшему ректору Ивану Тимофеевичу Трубилину. Его называют «человек-эпоха». С его именем связывают развитие сельскохозяйственной науки не только нашего края, всей страны. Он родился и вырос на Кубанской земле. И всю свою жизнь работал на благо и развитие региона. Сначала на руководящих постах края исполкома, а в 1970 году встал у руля Кубанского сельскохозяйственного института и вывел учебное заведение на новый уровень. Трубилин возглавлял аграрный университет почти 40 лет. Именно при нем вуз стал крупнейшим научным центром страны. Буквально, будучи студентом второго курса, он меня увидел, что-то во мне определил. И после этого я стал работать и начальником штаба трудовых дел института, и секретарем комитета комсомола института. И я имел счастье общаться с этим человеком. Внешне он всегда смотрелся человеком достаточно серьезным, но по жизни он очень добрый человек. Я и сегодня чувствую, что совета его будет обязательно не хватать. Я заканчивал это учебное заведение, я работал под руководством Ивана Тимофеевича над диссертационными работами. Так выпала судьба, что я работал в правительстве Краснодарского края и вместе с Иваном Ивановичем принимали усилия, чтобы вывести агропромышленный комплекс на соответствующий уровень в Краснодарском крае. Выдающийся ученый Иван Трубилин был наставником для тысячи специалистов и оставил заметный след в кубанской науке. Он автор более чем 150 научных работ в области сельского хозяйства. За многолетнюю научную, педагогическую и общественную деятельность академик Трубилин удостоен звания Герой социалистического труда. Герой труда Кубани, награжден орденами и медалями. Сегодня в каждом районе края работают его выпускники и не только в сельскохозяйственной отрасли, но и на руководящих постах. Это был многогранный человек, многогранная личность. Он прошел большую школу хозяйственной и партийной работы, а потом возглавил сельхозинститут, и он его практически построил. И сегодня у Ивана Тимофеевича на территории Краснодарского края и не только. Огромное количество учеников убежден, все они скорбят, потеряв такого замечательного человека. Его уход – большая потеря не только для ВУЗа, но и для всей Кубани. Его знали, искренне любили, ценили, иногда боялись, но всегда уважали. Ведь он был человеком большой души и большого сердца, говорят его ученики, коллеги и друзья. Он всегда готов был всем помочь, искренне переживал за своих подопечных и также искренне радовался их успехам и победам. Когда уже мы состоявшиеся руководители, много лет проработавшие, приезжали к нему, он всегда с необыкновенной теплотой встречал и спрашивал, ну как там, как там на полях, как обстановка, как крестьяне живут. Он всегда интересовался живо и так проходил час-другой беседы незаметно, что как будто он с тобой всегда по этой жизни и разговаривал. Проводить в последний путь учителя, наставника, выдающегося ученого пришли сотни людей. Родные, близкие, друзья, коллеги. Те, кто у него учился, кто с ним работал, кто его знал и любил. На траурном митинге со словами поддержки близким и друзьям Ивана Тимофеевича выступил президент Республики Адыгея Аслан Хакушинов. Он поделился личными воспоминаниями, рассказал о том, как профессор Трубилин помогал ему в профессиональной деятельности. Будучи на другой работе, будучи ректором Майкопского государственного технологического университета, Иван Тимофеевич являлся для меня учителем. Он набирал меня, звонил и говорил, Аслан, ну что, подъехать к тебе, помочь? Это слова истинные, искренние. Я говорю, у нас так не принято, я должен, как более молодой, подъехать к вам. Нет, нет, пока не научишься быть ректором, я буду рядом, я буду находить время. Проститься с президентом аграрного университета приехал и Александр Ткачев. Возложив цветы, губернатор выразил соболезнования родным и близким. Глава региона отметил, что где бы ни трудился Иван Тимофеевич, какие бы посты ни занимал, он всегда работал самозабвенно, с полной одачей. Это плеяда мощных, очень сильных людей, Катратенко, Трубилин. Они практически одновременно уходят от нас. Где бы ни работал Иван Тимофеевич, он всегда работал самозабвенно, как никто другой любил наш край, нашу Кубань. Его интересовало, конечно, и урожай, и надой, и в разрезе районов. Мы счастливые люди, что жили в эпоху этого удивительного, уникального человека. И мы, Иван Тимофеевич, вам бесконечно благодарны. Только такой человек, только глыба мог перевернуть и создать такой уникальный комплекс. Институт всехозяйственный превратился в город-сад. Просветание, благополучие во все времена нашего края должны стать такой вечной и доброй памятью для великого ученого, великого гражданина, нашего товарища, учителя Ивана Тимофеевича Трубилина. После траурного митинга похоронный кортеж направился на Славянское кладбище. Ивана Тимофеевича Трубилина похоронили на почетной аллее, рядом с выдающимися людьми, такими же, как и он. Но такие люди живут вечно в своих делах и в своих учениках. Ведь еще при жизни профессору Трубилину установили памятник на аллее Славы, которая есть в университете. Теперь там всегда живые цветы в память об учителе. Елена Касабова, Денис Москаленко, Валерий Пятов, Кубань-24, Краснодар.